МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Наверное, ни у кого не вызывает сомнения, что наступило лето, и лето вошло в свой апогей. А это значит, что наступила пора отпусков. И это естественно, что люди тянутся к морю, чтобы позагорать, чтобы покупаться, оздоровить своих детей и повысить свой иммунитет. Но всегда ли пляжная идиллия оборачивается только удовольствием? Увы, неоднократно появляются проблемы. То заболит ухо, то вдруг появится насморк. Вот о проблемах купального сезона мы сегодня и поговорим. И я хочу представить свою собеседницу лор-врача Николаевской областной консультативной поликлиники Оксану Леонидовну Коноваленко. Оксана Леонидовна, вот лето, казалось бы, да? Понятное дело, что зимой в холодный период времени появляются все эти проблемы, связанные и с атитами, и с гайморитами, то есть с синуситами. Чем отличаются? Почему все-таки летом имеют место, опять же, эти проблемы, которые возникают очень часто у людей, которые приезжают из отдыха? Ну, наверное, для начала я хотела бы сказать, что такое все-таки синуситы. Синуситы — это воспаление предаточных пазух носа с увеличением процесса слизистой, подслизистого слоя, косницы и надкосницы. Значит, окружаются пазухи носа, располагаются вокруг носа. У нас есть гайморовая пазуха, есть лобная пазуха, есть ряшочатая пазуха и клиновидная пазуха. Так вот, воспаление этих пазух и называется синуситами. В чем же отличаются у нас гаймориты, фронтиты и атмоидиты в купальный период от сезонных? Отличие заключается в том, что в период купания, значит, в своей молниеносной клинике отличается своей молниеносностью течения. То есть они начинаются очень быстро, беспокоят сильные головные боли и гнойные выделения идут из носа. В период вирусной вспышки инфекции, значит, длительность начала гайморитов у них будет от 7 до 10 дней. То есть различие заключается в том, что здесь быстрое течение. То есть там, по-моему, это как осложнение, бактериальное или вирусное? Да, вирусные инфекции. Почему же это так происходит? Люди, казалось бы, приезжают отдыхать на оздоровление, но смена климата, нарушение диеты, длительное пребывание на солнце и перекупание в холодной войне в воде, оно ускоряет течение, начало вот этих вот, как мы говорим, риносинуситов купального сезона. В практикующие врачи называют марисинуситами. От слова «марина» это «море», это понятно. Да, от слова «мари», то есть от слова «вот». И, ну, период, когда начинается вот летний период, у нас сейчас уже начался этот сезон, начался период, вот, в лоротделении у нас уже на лечении находится больше половины вот этих вот марисинуситов. А вот скажите, а кто чаще всего ваши пациенты, это взрослые или дети? Ну, я понимаю, что взрослые поликлиники, да. Поскольку я взрослый доктор и работаю в взрослой поликлинике консультивной, то, естественно, у нас клиенты, то есть больные, это взрослые, а после 18 лет... Ну, дети тоже, наверное, допустим, они любят нырять. Дети, они тоже подвержены марисинуситам из-за строения, анатомического строения. У них, за счёт того, что у них, как... Ещё не сформировалось, да? Да, формируется, развивается. Выхательные пути, как следует. Да, то, конечно, больше болеют детки после двух лет, потому что в связи с тем, что у них развиваются предаточные пазухи немножко позже, но в последнее время, естественно, участились тоже марисинуситы и средних деток. Ну, это часто можно наблюдать на пляже, такую картину, когда ребёнок сам себе вот плавает, там ныряет и так далее, и тому подобное. Мама, она всадно кричит, что пора уже выходить, а он всё ещё продолжает. То есть это нужно нормировать, в общем-то, и следить, в общем, за... Это что касается детей, хоть это, в общем-то, не ваша компетенция. И взрослые тоже, действительно. Ну, вот теперь мы сказали, что дали определение, что такое синуситы, да, и дали определение этим не очень хорошим состояниям, скажем, патологическим, да, на которые часто люди не очень обращают внимание, считают, что это всё пройдёт. Какая симптоматика характерна для синуситов вообще и для атитов, вот чтобы так это всё-таки нацелить наше население? Значит, симптоматика, это идут нарушения общего состояния, сильные головные боли, заложенность носа и выделение... Из носа, да? И выделение из носа, которые могут носить и слизистый, или слизистогнойный характер. Ну, вот скажите, выделение из носа, это понятно, а вот выделение из ушей, вот при атитах... Ну, вот в купальный период, естественно же, у нас тоже начинается сезон наружных атитов. То есть, что же такое наружные атиты? Это воспаление кожи наружного слухового прохода, которое тоже начинается провоцирующим фактором, который ускоряет развитие наружного атита. Это тоже длительное пребывание на солнце, то есть перегрев и купание в холодной воде. Клиника наружных атитов и клиника гайморитов, значит, она тоже начинается с острой боли в ухе, но при этом не происходит нарушение слуха. Боль усиливается при пальпации в области козелка или при оттягивании ушной раковины. Характеры отделяемого при наружных атитах, они будут иметь темный цвет и могут иметь неприятный запах. Наличие вот этих вот темного цвета, это характерно для грибковой флоры. То есть, обычно наружные атиты, это у нас идут грибковые теологии, как мы называем отомикозы. А скажите, это имеет значение, что если это купаются именно в море, где, в общем-то, ну, более-менее соленая вода все-таки, да, или же в реке, или в стоячих водоемах, здесь есть какой-то вот дисбаланс показательный? Ну, вот проводились исследования в городе Одесса по поводу вот этих вот загрязнения воды, когда акцентировалось внимание, все-таки влияет характер воды на возникновение, то было доказано, что с каждым годом вода в море, в черном, в нашем, да? В связи с тем, что, то есть, она не грязная, не загрязненная, а провоцирующим фактором является именно грибы, которые находятся в песке. То есть, песок на пляже, там, на море или на речке, песок содержит, именно в песке находятся плесневые и дрожжевые грибы, которые являются провоцирующим фактором для развития вот как марисинуситов, так и наружных. Ну, понятно. В закрытых бассейнах, особенно в спортивных, да, там все-таки есть барьер хлорный, где обязательно те, кто хочет попасть именно в бассейн, поплавать, он проходит этот барьер и окунается в раствор, дезраствор и для профилактики, опять же, грибков, потому что, действительно, это очень серьезное такое, является причиной для дальнейших, в общем-то, проблем. Ну, вот, скажите, приходит к вам больной, естественно, вы его смотрите, вы его слушаете, да, он говорит, жалуется на головную боль, на выделение и так далее. Методы диагностики на разных уровнях обращения больным, насколько они доступны сегодня для наших пациентов? Ну, во-первых, начинается, устанавливается диагноз, как наружных айтитов, так и марисинуситов, на основании сбора, тщательного сбора анализа и на основании клинических проявлений, то есть уже доктор, когда смотрит, опрашивает больного и смотрит, и по характеру клинических проявлений мы уже можем ставить диагноз. Если же этого недостаточно, то есть нужно более детально дообследовать, то используются дополнительные методы диагностики. Это рентген при латочных пазух носа, компьютерная томограмма и для исключения осложнений используется МРТ головного мозга. То есть все эти методы диагностики, они являются доступными? Ну, не скажите. Вот сейчас вот Вы произнесли, что МРТ все-таки это при серьезных каких-то уже вещах или подозрениях, правильно? При подозрении на приосложнение. Конечно, да. Вот мы к этому еще вернемся. Вот я не зря, в общем, приостановил Вас, просто именно для того, чтобы сказать нашим пациентам, что жалобы, первые жалобы, это первый звоночек, по поводу чего Вы должны обратиться к лор-врачу. И когда не нужно будет дополнительных финансовых затрат для постановки диагноза и для прогноза дальнейшего лечения. Так ведь? Да. Ну, это первое, на что нужно обратить внимание, это, опять же, я, наверное, повторюсь, длительная заложенность носа, сильная головная боль и гнойное выделение с носа. Это должно быть уже толчком к тому, чтобы нужно обратиться за медицинской помощью к врачу. А как Вы, вот, относитесь к такому факту, что, вот мы сейчас с Вами говорим, именно, что это заболевание купального сезона и независимо от того водоема и так далее, и в море можно перекупаться и получить вот эти дела. И в то же самое время мы назначаем при определенных ситуациях морскую воду в качестве лечебного препарата в этих ситуациях. Вот взаимодействие, скажите, как мы? Это клин клином или что это? Дело в том, что ту воду, которую мы назначаем для лечения, это очищенная морская вода. Аквамарис, да. То есть там есть аквамарис, то есть оно по своему составу, оно проходит очищение, то есть это очищенная, обработанная вода. Это не то, что взяли с моря, набрали, мы используемся. То есть это специальная вода. Ну а эффект действия в чем заключается? Эффект действия заключается в том, чтобы снять отечность, заложенность носа, убрать... То есть концентрация солей, натрий хлор, да? Да, которая провоцирует, да. И вторым еще фактором, который мы используем, какую цель преследуем, это для того, чтобы убрать, смыть возбудителя со слизистой полости носа. Чисто механически? Да. Вот поэтому мы ее используем. Да. Почему же она такая дорогая, скажите мне, пожалуйста. Ну, если бы я была... Нет, я понимаю, что вы не вправе, в общем-то, определять стоимость этого препарата, хотя действительно начиналось это все с копеечных цен, и вода была доступна всем. Теперь, когда... Хотя она всегда была, в общем-то, наверное, препаратом из мертвого моря, да, наибольшая концентрация солей натрия, и йодистое содержание, наверное, тоже имеет вот бактерицидный эффект для лечения отитов и для лечения, собственно говоря, ринитов. Так же, да, чаще всего, конечно же. Ну, а теперь давайте вот то, о чем мы уже с вами сказали. Почему мы об этом, собственно, говорим нашим пациентам? Да не просто это насморк, не просто это отит наружного уха. Мы должны помнить, что за этим всем стоит, если вы пропустите в момент обращения к врачу, то могут быть грозные осложнения. Давайте по порядку расскажем об этих осложнениях. Да, гаймориты, они дают, казалось бы, безобидные гаймориты, но на самом деле они дают очень серьезные осложнения. Из-за близости расположения предыдущих подзыв носа, значит, близлежащий, это глазница у нас, то есть первое, куда идет, где наблюдается у нас осложнение, это может быть отек, абсцесс или флегмоноорбиты. Если же процесс распространяется более глубже, значит, без анатомического строения, то у нас может быть или субдуральный, или абсцесс головного мозга. И более грозным осложнением являются менингиты. То есть сегодня такая реальная опасность существует, появление менингитов, так же? Есть, есть, да, и в наше время. Ну, на данный момент, ну, как бы, в последнее время участились вот эти именно внутриорбитальные осложнения, абсцессы, флегмоны, в детской практике. В детской практике, да? В детской практике, да. А у взрослых? Меньше? Ну, тоже есть, но немножечко меньше. Ну, вы сейчас останавливаетесь только на синуситах, на синуситах, так, я понимаю, да. Скажем, мало приятного, если этот насморк затягивается и становится постоянным, это заложенность, это анасмия, да, утрата, в общем-то, ощущений, запахов и так далее, и тому подобное. Да, поэтому всё-таки это осложнение. Ну, и вот то угрозное, о чём вы сказали, это всё-таки занос гной, если это гнойные, да, гаймориты, то это всё-таки, да. Ну, вот мы сейчас видим вашего шефа Валерия Васильевича Владимировича за как раз такой процедурой, когда он пунктирует, да, пазухи, потому что здесь, очевидно, имеет место как раз гнойный, гнойный, да, синусит, и нужно только вот такое вмешательство, которое позволяет промыть и так далее. Да, для лечения используется при наличии жидкости, когда мы видим на рентгеновском снимке уровень жидкости, используется диагностическая пункция. Для чего это используется? Для того, чтобы непосредственно с пазухи удалить гной, то есть убрать очаг инфекции и ввести лекарства для ускорения процесса выздоровления. То есть это могут быть антибиотики, да, гормональные препараты, которые, в общем, снимают отечность и так далее. То есть эта процедура уже довольно серьезная, скажем так, она требует уже специального какого-то вмешательства и так далее. Хорошо, это мы сказали, фронтиты представляют определенную опасность вот для пациента, в каком плане там грозные осложнения при фронтитах? При фронтитах? Привод воспаления лобных пазух, да. Ну, опять же, эти те же самые абсцессы, те же самые флегмоны и те же самые менингиты. То есть оно, в принципе, из-за близости, из-за анатомического строения, то есть все, что расположено на полномусе, оно находится из-за кровоснабжения, то есть все находится рядом, поэтому и при этмоэдитах, и при фронтитах, и при фронтитах, и при амритах присутствуют такие вот осложнения. То есть все-таки нужно помнить о том, что существует очень грозное осложнение, когда уже могут заниматься и другие специалисты, типа нейрохирургов и так далее, потому что в зависимости от локализации от сева в головной мозг, да, там уже доступы совершенно разные. Ну и давайте же вернемся тогда к отитам. Есть безобидные, катаральные, есть, наверное, даже гнойные отиты, чем они чреваты? Ну да, если воспаляется только кожа слухового прохода, то это будет, естественно, просто будет отек, но из-за длительного воспалительного процесса, процесс может возникаться и надкосница, и кость, тогда это уже развивается некротический отит. И там тоже есть свои как осложнения. Опять же, все заключается в том, что все заканчивается менингитами, абсцессами головного мозга. То есть во всех случаях, да. То есть как ни верти, а все равно, да, гной есть гной. Он всегда может, ну мы уж не говорим, чтобы не пугать наших телезрителей, мы не говорим о септических состояниях, которые тоже могут быть причиной этого всего, да. Да, поэтому, ну и давайте тогда, чтобы завершить вот это, давайте скажем, ну не в смысле, а давайте скажем нашим пациентам, что для этого не надо трудоемких каких-то финансовоемких обследований, а просто нужно обратиться к врачу, и чтобы вовремя приостановить процесс, правильно? Да, если это уже началась клиника, то есть уже заболели, то первое, естественно, конечно бы, что желательно было бы сделать, это обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Если это невозможно, то при наружном отите нужно бережно очистить слуховой проход от высушить, то есть просушить его и использовать капли или антибиотикосодержащие или противогрибковые препараты. А вот извините, такое расхожее, что без рецепта продается типа борный спирт трехпроцентный, вот я знаю, что у лор-врачей к нему есть особое мнение, хотя у людей как раз напротив, они по любому случаю закапывают борный спирт. Ваше мнение и ваша точка зрения? Дело в том, что борный спирт, да, он дезинфицирует и согревающие действия, но нам нужно убрать сразу возбудителя, то есть нам нужно начать с первых дней, с самого начала, если вовремя начинается лечение, то, конечно, это уменьшает и сроки сами по себе лечения. Если же это гайморит, синусид, то там тоже первое, что необходимо, это нужно использовать сосудосуживающие капли, то есть ведь почему же развивается... Содержащий адреналин, да? Это местный, да, нафтезин сосудов. Ну да, типа, да, нафтезинечка, да. То есть ведь почему развиваются синусиды и в холодное время, и марисинусиды? За счет воспалительного процесса происходит отек, то есть нарушается вентиляция гайморовой пазухи, происходит застой секрета, вот, и присоединяется бактериальная микрофлора. Принцип уже, для чего мы назначаем сосудосуживающие капли? Для того, чтобы восстановить вентиляцию гайморовых пазух. Ну это воздухомощные пути, прежде всего, да? Да, поэтому вот первое, что мы должны использовать, ну и опять же обратиться за медицинской помощью. Ну вот, Оксана Леонидовна, я как пульмонолог не могу не вспомнить о том, что мы сейчас с вами об верхнем этаже, в общем-то, в основном говорили об этих осложнениях, но, наверное, имеют место случаи, когда содержимое именно придаточных пазух затекает в трахею и опускается ниже, и это приводит, естественно, к другим осложнениям. Конечно же, что это бронхиты, и это пневмонии могут быть, и особенно, еще раз тоже хочу подсказать нашим телезрителям, есть такая вероятность, есть такая опасность именно пневмонии тоже купального сезона, и не потому, что вы переохладились, а именно потому, что попадают туда содержимое при заглатывании, особенно у детей, которые ныряют, и там закашливаются, и так далее, и тому подобное, и тоже вероятность появления вот таких грозных осложнений. И действительно нужно об этом помнить, что все воспалительные процессы протекают не только с локальным симптоматикой, но и с общим недомоганием, с повышением температуры, естественно, признаки интоксикации, признаки воспалительного процесса – это закономерное явление. Ну и давайте же, наверное, все-таки оставим какую-то надежду и дадим мудрые советы, как все-таки уберечь себя, как повысить свой иммунитет, как отпуск не испортить, и чтобы все, на что потрачены деньги, пошло на пользу и улучшило качество жизни. Ну, наверное, прежде всего, это залог хорошего отдыха, это является то, что отдых должен быть правильно организованный и спланированный. То есть чрезмерное пребывание на солнце и чрезмерное пребывание в холодной воде, которое является провоцирующими факторами для развития как наружных отитов и гайморитов. Поэтому все должно быть в меру, то есть все под контролем родителей, если это касается детей, а для взрослых это тоже нужно соблюдать. Нужно соблюдать, потому что действительно, вроде безобидные вещи происходят, но тем не менее за ними стоят очень серьезные осложнения. И тогда уже, как говорится, этими вот уже аквамарис уже не обойдешься. И тогда уже нужно тратиться намного больше. Ну что, Оксана Леонидовна, я хочу сказать вам огромное спасибо, что сегодня вы выкроили время для того, чтобы принять участие в нашей беседе. Я полагаю, что те советы, мы пока, как говорится, дали скромные, в общем-то, советы. Вам, естественно, это не повод для того, чтобы вы занимались самолечением, а все-таки при каких-то подозрительных нюансах, все-таки стараясь обратиться к врачу. Сегодня это вполне доступно. В конце концов, ваши проблемы могут быть разрешены на уровне, на первичной уровне. Это семейный врач может вам дать совет. И если он не справляется, он, безусловно, направит вас на консультацию к лор-специалисту. Поэтому будьте к себе внимательны, будьте бережливы по отношению к своему здоровью и вовремя обращайтесь к врачу. И тогда это гарантирует ваше качество жизни. Я вам признателен, спасибо большое. С вами я хочу попрощаться. До свидания, до новых встреч. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова